Иное измерение русской культуры Антон Павлович Чехов Остров Сахалин Читает Евгений Браслев-Бружковский Глава 10 Краткое содержание Рыковская Здешняя тюрьма Метеорологическая станция Галкино-Вросково Палево Миклюков Вальзы и Лонгари Малатымова Андрея Ивановская У верховьев Тимми, в самой южной части ее бассейна, мы встречаем более развитую жизнь. Здесь, как бы то ни было, все-таки теплее. Тоны у природы мягче, и голодный, озябший человек находит для себя более подходящее естественное условие, чем по среднему или нижнему течению Тимми. Тут даже местность похожа на Россию. Это сходство, очаровательное и трогательное для сынного, особенно заметно в той части равнины, где находится селение Рыковское, административный центр Тимовского округа. Здесь равнина имеет до шести верст ширины. С востока слегка защищает ее невысокий хребет, идущий вдоль Тимми, а с западной стороны синеют отроги большого водораздельного хребта. На ней нет холмов и возвышений. Это совершенно ровное, по виду обыкновенное русское поле, с пашнями, покосами, выгонами и зелеными рощами. При Полякове вся поверхность долины была покрыта кочками, ямами, промоинами, озерками и мелкими речушками, впадавшими в Тим. Верховая лошадь вязла то по колено, то по брюхо. Теперь же все раскорчевано, осушено, и из Дербинского до Рыковского на протяжении 14 верст проходит Щегольская дорога, изумительная по своей гладкости и совершенной премизне. Рыковское, или же Рыково, основано в 1878 году. Место для него довольно удачно выбрал и указал смотритель тюрьмы унтер-офицер Рыков. Оно отличается своим быстрым ростом, необыкновенным даже для сахалинского селения. В последние пять лет площадь его и население увеличились в четыре раза. В настоящее время оно занимает три квадратных версты и жителей в нем 1368. 831 мужчины и 537 женщины. А с тюрьмой и командой будет более двух тысяч. Оно не похоже на Александровский пост. То городок, маленький Вавилон, имеющий уже в себе и горные дома, и даже семейные бани, содержимые же дом. Это же настоящая серая русская деревня без каких-либо претензий на культурность. Когда едешь или идешь по улице, которая тянется версты на три, то она скоро прискучает своей длиной и однообразием. Тут улицы не называются по-сибирски «слободками», как в Александровске, а улицами. И большинство их сохраняет названия, данные им самими поселенцами. Есть улица Сизовская, названная так, потому что на краю стоит изба поселки Сизовый. Есть улица Хребтовая, Малороссийская. В Рыковском много хохлов, и потому, должно быть, нигде в другом селении вы не встретите столько великолепных фамилий, как здесь. Желтоног, Желудок, Девять человек безбожных, Зарывай, Река, Бублик, Сивокобылка, Колода, Замоздря и так далее. Среди селения Большая площадь, на ней деревянная церковь и кругом по краю не лавки, как у нас в деревнях, а тюремные постройки, присутственные места и квартиры чиновников. Когда проходишь по площади, то воображение рисует, как на ней шумит веселая ярмарка, раздаются голоса узковских цыган, торгующих лошадьми, как пахнет дегтем, навозом и копченой рыбой, как мычат коровы, и безглявые звуки гармоник мешаются с пьяными песнями. Но мирная картина рассеивается в дым, когда слышишь вдруг опостыливший звон цепей и глухие шаги арестантов и конвойных, идущих через площадь в тюрьму. Хозяев в Рыковском – 335, и при них половинщиков, совместно ведущих хозяйство и считающих себя тоже хозяевами – 189. Законных семей – 195, свободных – 91. Большинство законных жен – свободные, пришедшие за мужьями. Их здесь 155. Это высокие цифры, но утешаться и увлекаться ими не следует. Они обещают мало хорошего. Уже по количеству половинщиков, этих сверхштатных хозяев, видно, как много здесь лишнего элемента, не имеющего средств и возможности самостоятельно вести хозяйство, и как уже здесь тесно и голодно. Сахалинская администрация сажает людей на участки как-нибудь, не соображаясь с обстоятельствами и не заглядывая в будущее. А при таком нехитром способе создавать новые населенные пункты и хозяйства, селения, поставленные даже в сравнительно благоприятные условия, как Рыковское, в конце концов, все-таки дают картину полного обнищания и доходят до положения верхнего Армудана. Для Рыковского, при существующем количестве земли, годной для хлебопашества, и при условиях здешней урожайности, принимая даже во внимание возможные заработки, двухсот хозяев было бы, как говорится, за глаза, а между тем их тут вместе со сверхштатными более пятисот, и каждый год начальство будет приваливать все новых и новых. Тюрьма в Рыковском новая. Построена она по типу общему для всех сахалинских тюрем. Деревянные казармы, камеры в них и нечистота, нищета и неудобства, свойственные этим предназначаемым для стадной жизни помещениям. С недавнего времени, впрочем, Рыковская тюрьма, благодаря некоторым своим особенностям, которых трудно не заметить, стала считаться лучшей тюрьмой во всем Северном Сахалине. Мне она тоже показалась лучшей. Так как в районе каждой тюрьмы мне приходилось прежде всего пользоваться канцелярским материалом для справок и услугами грамотных людей, то во всем Тымовском округе, и особенно в Рыковском, я не мог не заметить на первых порах того обстоятельства, что здешние писаря хорошо подготовлены и дисциплинированы, как будто прошли специальную школу. Подворные описи и алфавиты они ведут в образцовом порядке. Затем, когда я бывал в тюрьме, то же впечатление порядка и дисциплины производили на меня кашевары, хлебопеки и прочее. Даже старшие надзиратели не казались здесь такими сытыми, величаво тупыми и грубыми, как в Александровске или Дуэ. В тех частях тюрьмы, где соблюдение чистоты возможно, требование опрятности, по-видимому, доведено до крайности. В кухне, например, и пекарне, в самом помещении, мебели, посуде, воздухе, одежде прислуги – такая чистота, что могла бы удовлетворить самый придирчивый санитарный надзор. И очевидно, что эта опрятность бывает наблюдаема здесь постоянно, независимо от чьих-либо посещений. Когда я был в кухне, там валили в котлах похлебку из свежей рыбы. Кушанье нездоровое, так как от периодической рыбы, пойманной в верховьях реки, арестанты заболевают острым катаром кишок. Но, несмотря даже на это обстоятельство, вся постановка дела как бы говорила, что здесь арестант полностью получает все то количество пищевого довольствия, какое ему полагается по закону. От того, что для работ внутри тюрьмы в качестве заведующих, распорядителей и прочего привлечены привилегированные ссыльные, которые отвечают за качество и количество арестантской пищи, я думаю, стали невозможны такие безобразные явления, как вонючие щи или хлеб с глиной. Из множества суточных хлебных порций, приготовленных для выдачи арестантам, я взял несколько на удачу и свесил, и каждая весила непременно 3 фунта с походцем. Отхожее место устроено здесь тоже по системе выгребных ям, но содержится иначе, чем в других тюрьмах. Требование опрятности здесь доведено до степени, быть может, даже стеснительной для арестантов. В помещении тепло и дурной запах совершенно отсутствует. Последнее достигается особого рода вентиляции, описанной в известном руководстве профессора Эрисмана, кажется, под названием «обратной тяги». В Рыковской тюрьме эта тяга устроена так. В помещении над выгребной ямой топятся печи, и при этом дверцы закрываются вплотную, герметически, а ток воздуха, необходимый для горения, печи получают из ямы, так как соединены с нею трубой. Таким образом, все злобонные газы поступают из ямы в печь и по домовой трубе выходят наружу. Помещение над ямой нагревается от печи, и воздух отсюда идет в яму через дыры и затем в дымовую трубу. Пламя спички, поднесенное к дыре, заметно тянется вниз. Смотритель Рыковской тюрьмы, господин Ливин, человек даровитый, с серьезным опытом, с инициативой, и тюрьма всем тем, что в ней есть хорошего, обязана главным образом ему. К сожалению, он имеет сильное пристрастие к розге, которое уже однажды было ознаменовано покушением на его жизнь. На него, как на зверя, с ножом бросился арестант, и это нападение имело гибельные последствия для нападавшего. Постоянная заботливость господина Ливина о людях и в то же время розге, упоение телесными наказаниями, жестокость, как хотите, сочетание ни с чем не сообразное и необъяснимое. Капитан Венцель в гаршинских записках рядового Иванова, очевидно, не выдуман. В Рыковском есть школа, телеграф, больница и метеорологическая станция имени Михаила Николаевича Галкина-Вроскова, которую неофициально заведует привилегированный и ссыльный, бывший мичман, человек замечательно трудолюбивый и добрый. Он исправляет еще также должность церковного старосты. За четыре года, пока существует станция, собрано немного данных, но все-таки уже достаточно определилась разница между обоими северными округами. Если в Александровском округе климат морской, то в Тымовском он континентальный, хотя между станциями обоих округов не более 70 верст. Колебания температуры и числа дней с осадками в Тымовском уже не так значительны. Лето здесь теплее, зима суровее. Средняя температура года ниже нуля, то есть ниже даже, чем на Соловецком острове. Тымовский округ находится выше над уровнем моря, чем Александровский, но благодаря тому, что он окружен горами и лежит как бы в котловине, среднее число безветренных дней в году здесь больше почти на 60, и в частности дней с холодным ветром меньше на 20. Наблюдается также небольшая разница в числе дней с осадками. В Тымовском их больше – 116 со снегом и 76 с дождем. Сумма же осадков в обоих округах дает более значительную разницу почти на 300 мм, причем наибольшее количество сырости приходится на долю Александровского. 24 июля 1889 года был утренник, который попортил в Дербинском картофельный цвет. 18 же августа во всем округе побило морозом картофельную ботву. Южнее Рыковского, на месте бывшей гириадской деревушки Пальво, на притоке Тыми, того же названия, стоит селение Палево, основанное в 1886 году. От Рыковского ведет сюда хорошая проселочная дорога по гладкой равнине мимо рощ и полей, чрезвычайно напоминавших мне Россию, быть может, потому что я проезжал здесь в очень хорошую погоду. Расстояние – 14 верст. В направлении от Рыковского до Палево скоро проляжет почтово-телеграфный тракт, давно уже проектированный, который соединит Северный Сахалин с Южным. Дорога здесь уже строится. В Палеве 396 жителей, 345 мужчин и 51 женщина. Хозяев 183 и при них половинщиков 137, хотя по местным условиям было бы достаточно и 50 владельцев. Трудно найти на Сахалине другое селение, которым сошлось бы вместе столько разных обстоятельств, неблагоприятных для сельскохозяйственной колонии, как здесь. Почва – галька. Когда-то, по рассказам старожилов, на месте нынешнего Палева тунгусы пасли своих оленей. Даже поселенцы толкуют, что эта местность во времена Оны была дном морским, и будто гелиаки теперь находят на ней вещи с кораблей. С земли разработано только 108 десятин, считая тут и пашни, и огород, и сенокосы, а хозяев, между тем, больше трехсот. Взрослых женщин только тридцать, по одной на десять человек, и точно в насмешку, чтобы дать сильнее почувствовать печальный смысл этой пропорции, не так давно смерть заглянула в Палево и похитила в короткое время трех сожительниц. Почти третья часть хозяев до ссылки не занимались хлебопашеством, так как принадлежала к городским сословиям. К сожалению, перечень неблагоприятных обстоятельств не кончается на этом. Почему-то еще, вероятно, по пословице «На бедного Макара все шишки валятся» ни в одном селении на Сахалине нет такого множества воров, как именно здесь, в многострадальном судьбою обиженном Палеве. Тут каждую ночь воруют, накануне моего приезда троих отправили в кандальную за кражу ржи. Кроме таких, которые воруют из нужды, в Палеве немало еще так называемых пакостников, которые вредят своим односельчанам только из любви к искусству. Без всякой надобности убивают ночью скотину, выдергивают из земли еще несозревший картофель, выставляют из окон рамы и тому подобное. Все это влечет за собой потери и истощает в конец жалкие нищенские хозяйства и, что едва ли не менее важно, держит население в постоянном страхе. Обстановка жизни говорит только о бедности и ни о чем другом. Крыши на избах покрыты корьем и соломой, дворов и надворных построек нет вовсе. Сорок девять домов еще не окончены и, по-видимому, брошены своими хозяевами. Семнадцать владельцев ушли на заработки. Когда я в Палеве ходил по избам, за мной неотступно следовал надзиратель из поселенцев, родом Пскович. Помнится, я спросил у него, среда сегодня или четверг? Он ответил, «Не могу помнить, ваше высокоблагородие». В казенном доме живет отставной квартирмейстер Карп Ерофеевич Микрюков, старейший из сахалинских надзирателей. Прибыл он на Сахалин в 1860 году, в ту пору, когда еще только начиналась сахалинская каторга, и из всех ныне здравствующих сахалинцев только он один мог бы написать всю ее историю. Он словаохотлив, на вопросы отвечает с видимым удовольствием и старчески длинно. Память уже стала изменять ему, так что отчетливо помнит он только давно прошедшее. Обстановка у него приличная, вполне хозяйственная, даже есть два портрета, написанных масляными красками. На одном он сам, на другом его покойница-жена с цветком на груди. Родом он из Вятской губернии, лицом живо напоминает покойного писателя Фета. Истинная правда. Свои настоящие годы он скрывает. Говорит, что ему только 61, на самом же деле ему больше 70. Женат он вторым браком на дочери поселенца, молодой женщине, от которой имеет шестерых детей в возрасте от одного до девяти лет. Младший еще грудной. Моя беседа с Карпом Ерофеевичем затянулась далеко за полночь, и все истории, которые он мне рассказывал, касались только каторги и ее героев, как, например, смотритель тюрьмы Селиванов, который под горячую руку отбивал кулаком замки у дверей и в конце концов был убит арестантами за жестокое с ними обращение. Когда Микрюков отправился в свою половину, где спали его жена и дети, я вышел на улицу. Была очень тихая, звездная ночь. Стучал сторож, где-то вблизи журчал ручей. Я долго стоял и смотрел то на небо, то на избы, и мне казалось каким-то чудом, что я нахожусь за десять тысяч верст от дому, где-то в Палеве, в этом конце света, где не помнят дни недели. Да и едва ли нужно помнить, так как здесь решительно все равно среда сегодня или четверг. Еще южнее по линии проектированного почтового тракта есть селение Вальзы, основанное в 1889 году. Тут 40 мужчин и ни одной женщины. За неделю до моего приезда из Рыковского были посланы три семьи еще южнее для основания селения Лонгари на одном из притоков реки Параная. Эти два селения, которых жизнь едва только начинается, я оставлю на долю тому автора, который будет иметь возможность проехать к ним по хорошей дороге и видеть их близко. Чтобы кончить с обзором селений Тымовского округа, мне остается упомянуть еще только о двух селениях Мало-Тымове и Андрее-Ивановском. Оба они расположены на реке Малой Тыме, берущей начало около Пилинги и впадающей в Тым около Дербинского. Первое, самое старое селение Тымовского округа основано в 1877 году. В былое время, когда переваливали через Пилингу, путь к Тыме шел через это селение. В нем теперь 190 жителей, 111 мужчин и 79 женщин. Хозяев со совладельцами 67. Когда-то Мало-Тымово было главным селением и центром местности, составляющей нынешний Тымовский округ. Теперь же оно стоит в стороне и похоже на заштатный городок, в котором замерло все живое. О прежнем величии говорят здесь только небольшая тюрьма да дом, где живет тюремный смотритель. В настоящее время в должности Мало-Тымовского смотрителя состоит господин Ка. Интеллигентный и добрейший молодой человек, петербуржец, по-видимому, сильно тоскующий по России. Громадная казенная квартира с высокими и широкими комнатами, в которых гулко и одиноко раздаются шаги, и длинное тягучее время, которое некуда девать, угнетает его до такой степени, что он чувствует себя как в плену. Как нарочно молодой человек просыпается рано в четвертом или пятом часу, встал, напился чаю, сходил в тюрьму, а потом что делать? Потом ходит по своему лабиринту, поглядывая на деревянные с паклею стены, ходит, ходит, потом опять чаю напьется и займется ботаникой, а потом ходит опять, и ничего ему не слышно, кроме собственных шагов и завывания ветра. В Малотымове много старожилов. Между ними я встретил татарина Фуражиева, который вместе с Поляковым ездил когда-то к Нейскому заливу. Он с удовольствием вспоминает теперь и об экспедиции, и о Полякове. Из стариков, пожалуй, в бытовом отношении может показаться интересным еще поселенец Богданов, раскольник, занимающийся ростовщичеством. Он долго не впускал меня к себе, а впустивший распространялся на тему о том, что теперь много всякого народу ходит, впусти, так чего доброго ограбят и так далее. Селение Андрея Ивановское названо так потому, что кого-то звали Андреем Ивановичем. Основано оно в 1885 году на болоте. Жителей 382, 277 мужчин и 105 женщин. Хозяев вместе со совладельцами 231, хотя и здесь, как в Палеве, было бы совершенно достаточно 50. Состав здешнего населения тоже нельзя назвать удачным. Как в населении Палева наблюдается избыток мещан и разночинцев, никогда не бывших любопашцами, так здесь, в Андреи Ивановском, много неправославных. Они составляют четверть всего населения. 47 католиков, столько же магометан и 12 лютеран. А среди православных немало инородцев, например, грузин. Между прочим, живут здесь бывшие кутаистские дворяне, братья Чиковании, Алексей и Теймурас. Был еще третий брат, но тот умер от чахотки. В их избе нет никакой мебели, и только на полу лежит перина. Один из них болен. Такая пестрота придает населению характер случайного сброда и мешает ему слиться в сельское общество. Читано по изданию полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова Издание Второе Том Пятнадцатый Санкт-Петербург Издание Адольфа Федоровича Маркса 1903 1903 год